всем большой привет я очень рада что вы заглянули ко мне на канал начинаем новое видео с приготовления завтрака вообще это видео будет такое как сборная солянка из нескольких дней разные кусочки тут снимала здесь у меня завтрак в выходной это каникулы я думаю многие знают мальчишки уехали у нас старшие в конце каникулы ну что-то типа в поход на базу там мужская компания у них и поэтому их дома не было здесь и выходные и как раз на выходные тут на одну ночевку совушка у нас уехал к бабушке в гости как же я ей за это благодарных честно даже не представляете я думаю мама меня поймут все здорово дети это прекрасно но как приятно иногда вообще побыть наедине вдвоем с мужем и просыпаться не от того что там кто-то хочет есть или кто-то писать хочет в общем такая немножечко свободная жизни она прям в такой кайф пусть получается это и не так часто но хотя у нас последнее время от прям грех жаловаться наверное можете видеть сразу же появляется знаете вдохновение и что-то интересное готовить и снимать когда ты и выспался и полон сил то вот наверное недавно у меня опять-таки был завтрак когда я показывала что мы вдвоем с мужем завтракали правда сразу усталость уходит и какое-то воодушевление появляется поэтому завтрак у меня сегодня вроде все и простое такое но достаточно насыщенный получается было вот настроение все это приготовить поставила кашу овсяную она у меня стоит я на воде варю а здесь уже приготовился у меня яичный ролл видели наверное просто на сковородку разбила вылила и потом сделала начинку свернула порезала каша у меня варится на воде я немножко ее подсолила и добавляю чуть-чуть кокосового молока дальше мощность на плите убавляю буквально на троечку по какой по девятибалльной шкале и закрываю крышкой оставляю еще буквально на несколько минут пока остальной завтрак доделываю сделаю еще бутерброды с хлебцами и с паштетом но бутерброды у меня оба съел муж потому что я тут что-то разошлась и не подрассчитала для меня это прям слишком много было и яичный ролл и каша и фрукты еще будут в общем ему в самый раз и мне тоже так вот пока доделаю завтрак давайте расскажу мальчишки у нас приехали воскресенье вечером все довольные честно такой прямо новый опыт получили дети там были без гаджетов абсолютно никогда приехали все у кого были телефоны отдали организаторам но вот взрослым общем которые там с ними были в плане еды тоже все было четко но там вообще такая именно мужская компания знаете они сами чистили картошку в походе готовили себе еду учились ориентироваться на местности получили знания как оказать первую помощь и себе и другу в общем такие очень важные для жизни и для жизни мужчины я считаю навыки и в плане питания тоже было все так достаточно строго никаких сладостей с собой брать ничего было нельзя обычное трехразовое питание макар у меня конечно вообще к такому не привык приехал немножко в шоке был но в таком нормальном легком вот а я река но он нормально горит я первый раз по собственной воле ел винегрет я грудь ну как было вкусно ну да нормально в общем есть захочешь конечно будешь все есть вот так что приехали тоже довольны но времени уже воскресенье оставалось немного просто все постирать помыть приготовиться к школе потому что начинаются опять будни и рабочие дни у всех ну а я выделила буквально несколько минут для планирования для заполнения ежедневника во-первых новый месяц у нас наступил апрель и я как обычно делаю такую разлиновку на месяц по неделям чтобы можно было какие-то небольшие записи там делать и в плане у меня там договоренностей например и каких-то мероприятий и еще я сделала на апрель такую табличку я показывала как то делала уже начинала ее в начале марта но не очень эффективно у меня получилось потому что я там продолжала болеть то есть заболела я в где-то в конце февраля и март потом после дня рождения стало в не хуже так что некоторые моменты там ну просто по состоянию здоровья не выполнялись поэтому решила вот раз новый месяц наступил хотя знаю что не стоит привязываться не к да там не к дням недели не к временам года то есть вот там у меня было начало как раз по моему с 6 марта это был понедельник и в принципе это нормально когда так вроде ждешь вот начало чего-то это как отложенная жизнь такая получается но я ладно думаю что не просто здесь у меня именно 1 апреля там начало апреля а так вот совпало ну совпало и совпало так что буду этот месяц опять-таки контролировать моменты которые хочется это в плане и питания и ухода за собой и тренировок да кстати на зумбу я пошла я говорила тогда что опыт был не очень удачный нашла все-таки подходящий для себя вариант вот уже две недели отходила очень мне нравится прямо заряжает по полной и конечно была у меня запись на март на некоторые тут процедуры и зубами нужно было продолжать тоже свои тут дела и пришлось связи с болезней тогда отменить потому что ну зубы это вообще там как я кашляла так ну просто нереально было сидеть в кресле с открытым ртом так что тоже взяла себе на контроль записалась уже к специалистам которым нужно так что ближайшее время тоже на это обращу внимание чтобы вот так вот не упускать и не забывать о своем здоровье а сейчас переместимся в один из предыдущих дней снимала тут такую мотивацию на уборку на стирку много накопилось белья не пугайтесь что у меня тут все так вывали на перед отъездом парни короче что-то искали я не помню но часто такое бывает знаете там ну вещей много было не постиранных и что то и мы вдруг кому-то пригодилась сразу должно было пригодиться пришли тут все выворотели ну ехали и я ничего не убирала знала что буду стирать так что с самого утра сортирую тут белье я сортирую просто по цветам сначала а потом уже смотрю какого цвета накопилось белья больше и там могу например еще и по категориям по каким-то рассортировать то есть светлая например у меня что то есть что нужно более интенсивно постирать при более высоких температурах например с добавлением пер карбоната а есть светлое то что просто ну так освежить поэтому ставлю например на быструю стирку а темные вещи я обычно все стираю на быстрое на быстром цикле на час там 30 максимум 40 градусов вот в общем все рассортировала стирку одну загрузила и перехожу к макарке в комнату в предыдущих видео показывала начала уборку у него такую более существенную что-то из-за разряда генеральный но не доделала не хотелось прям полдня или даже больше на это тратить но откладывать в долгий ящик тоже не планировала поэтому вот буквально на следующий день я решила закончить и начала конечно с рабочей зоны ну помимо генеральных тут каких-то дел еще и попутно такие еженедельные дела делаю то есть просто там пыль обтерла что-то аккуратно поставила но основное конечно это буду сейчас отодвигать опять таки мебель и цветок сняла пойду сейчас сделаю ему душ в принципе кстати хорошо они у меня здесь прижились это цветочки называются пепперомия по моему правильно ударение ставлю очень красивые они декоративно-лиственные мне нравится думала плохо будут здесь себя чувствовать на полке без света но нет вполне хорошо главное не забывать вовремя поливать вот и кашпо у меня здесь все такое металлическое я прямо в него три горшочка эти ставлю по моему смотрится хорошо кашпо это еще из икеи была там такая серия очень симпатичная вот и возвращаясь в комнату как раз таки убираю все лишнее со стола и под столом тоже и нужно сам стол помыть как следует я убрала со столов сейчас все защитные покрытия честно мне так проще мне кажется что легче саму столешницу отмыть и оттереть и потому что ну вот как у макара было так там и под защитное покрытие еще всякая грязь пыль и краски тоже и фломастеры почему-то заезжали но никак в общем она особо не помогала то есть это был лишний предмет за которым тоже нужно ухаживать заодно решила разобрать тумбочку внутри протереть тут ящички и избавиться от ненужного ну в принципе я без него тут сильно не хозяйничаю просто какие-то прям ну видимые такие вещи уберу кстати пару пеналов вот тоже сейчас выброшу потому что лежат у него там они еще ярика но не используется оставлю то что он использует он отдельно носит и на рисование в школу отдельный пенал у него там с карандашами с ручками и отдельный пенал но обычный там где простые карандаши ручки линейки в общем 2 вполне достаточно а то тут накопил слишком много вот ну и перехожу уже именно к столу часто спрашивают что у него за стол у мальчишек вообще практически вся мебель у нас из икеи стол заказывали когда еще не закрылась она это серия мальм вот этот стол мне очень нравится конечно если бы макар поаккуратнее за ним и сидел да и работал то мне кажется он вообще долго бы прослужил еще но пока в принципе в таком состоянии пусть и где-то там пятна не выходят где-то столешня поцарапана но в целом он хороший у него выкатная вот эта часть тоже достаточно удобно например можно ее туда под стол загнать и когда здесь не нужна дополнительная поверхность там же тумба стоит а при необходимости когда он что-то например делает такое масштабное либо рисует много тут нужно и карандашей и всего или там чертит или я например иногда когда с ним сижу то тоже вот эту часть достаем ну в принципе удобно так вот и буду уже отодвигать мебели нужно как раз таки за столом там тоже навести порядок ну и протереть влажной тряпкой и полы и розетки чтобы было чисто у кровати я уже все это делала так что в принципе эта стена уже будет чисто я я думаю многие родители со мной согласятся что старшие классы и выбор профессии очень переживательные этапы в жизни обычно как раз в старших классах дети их родители начинают задумываться о будущей профессии перед ними встает вопрос какое направление выбрать и какие предметы следует изучать углубленно чтобы в будущем стать востребованным специалистом в онлайн-школе фоксфорд есть решение это тест на профориентацию который поможет определить сильные стороны ребенка и подсказать какие профессии ему подойдут мы с ярославом прошли этот тест и и узнаете точность совпадения меня очень порадовала в хорошем смысле удивило в тесте всего 15 простых вопросов после которых ученик получает результат это подходящее направление сильные стороны примеры подходящих профессий и предметы для углубленного изучения и сдачи на экзаменах после прохождения можно записаться на бесплатный курс по профориентации в котором мы 7 коротких видео уроков о том как погрузиться в конкретное направление и выбрать профессию где учиться после школы в колледже или вузе какие навыки нужны востребованному специалисту и как их развить после прохождения курса ученик получит сертификат который можно положить в портфолио при поступлении тест создан опытными методистами фоксфорда и психологами со стажем онлайн школа фоксфорд более 12 лет работает с детьми и родителями и сформировал большую исследовательскую базу которая помогла создать качественный тест тест абсолютно бесплатный я оставлю вам ссылку в описании не упустите такую возможность определите сильные стороны своего ребенка и узнайте какие профессии подойдут именно ему возвращаясь к уборке стол поставила на место все вернула а вот стул и решила отнести и помыть прямо в ванной вот так если честно я так не делала по моему ни разу но на такую мысль и меня натолкнул совушкин стулы растущие в кухне и я посмотрела что ну я его стараюсь обтирать время от времени там остатки еды убирать но посмотрела просто на днях тут думаю так это уже бесполезно надо просто тоже взять его и под душем как следует отмыть и когда как раз у макара убиралась то тоже решила сделать именно так не знаю все равно пачкается пачкается достаточно сильно ну у нас вот этот стульчик растущий это фирмы кузя если честно мне на кухне стул который у нас стоит у савы больше нравится там фирма конек горбунок вот этот растущий стул кузя у нас стоял тоже раньше на кухне и вы можете заметить да только что были такие следы там где краска слезла то есть сиденье было чуть пониже переставлено или это подножка была повыше в общем туда попадала влага еда какая-то влажная и краска конечно там слезла когда мы подстроили все подрост макара то получилось что но вот это все видно это некрасиво конечно можно заморочиться и перекрасить но как-то сразу не сделали и поэтому вот так и стоит да ну там все равно и лаком надо покрывать в общем не знаю все равно наверное думаем что в скором времени придется макару купите но обычный стул то есть он растет он достаточно большого роста среди сверстников и в принципе в растущем уже необходимости не будет так что пока вот так оставили ему за столом в принципе удобно но я загрузила там попутно стирку сушку я здесь в промежутках между уборкой разбираю регулярно потому что несколько циклов стирки будет и перехожу уже в комнату в принципе здесь не так много осталось убрала на фортепиано все обтерла его и конечно отодвигая вообще фортепиано я стараюсь почаще двигать это не стол и не кровать оно не такое тяжелое и хотя бы когда робот пылесос запускаю да я иногда например так отодвину и запущу в очередной раз чтобы робот там тоже проехался но в принципе все равно вот как вы видели там грязи мусора какого-то накопилось больше чем достаточно ничего привела все в порядок дальше перехожу уже к цветку если честно не знаю все до сих пор куда его приткнуть здесь в начале он стоял у меня у кровати у входа у дверей но не очень мне нравится видно ему там света недостаточно и решила я обратно его вернуть поставить здесь между стеллажом и фортепиано наверное нужно подумать и какую-то подставку может быть ему сделать чтобы он повыше был я здесь хотела чуть-чуть отодвинуть фортепиано влево к шкафу но там лампочки тогда не по центру получаются не очень красиво думала чтоб ему здесь цветку было побольше места в общем все вернула на место мне кажется он здесь как-то зажат между фортепиано и стеллажом но куда поставить тоже не знаю хотя фикусы не советуют переставлять вообще менять их местоположение потому что они так хуже растут обычно они когда привыкнут к одному месту так там хорошо себя и чувствует вот в общем не знаю посоветуйте может правда какой-то подставку что ли я не знаю что тут к нему придумать или совсем горшок сменить на какой-то подоконник вроде ставить не хочется он уже достаточно большой и света много закрывает в общем я уже перешла к последней такой части это шкаф и комод здесь быстренько просто разобрала то что лежало на поверхности шкафу немножко порядок навела знаете пока держится порядок там ну пока когда нет не так давно убиралась вот и более-менее ну что-то тут макар разбрасывает стараюсь по чуть-чуть и каждый день немножечко контролировать вот и решила пока медведя тоже убрать со шкафом не знаю куда он раньше макарки в той комнате был и думала что он там у совушки останется но макар его сюда перевез такой что это мой медведь так что не знаю я бы наверное честно уже от него избавилась потому что все-таки это такой пылесборник но я думаю что ребенок заметит и бесследно это не пройдет пока наверное не готов в общем он сейчас на кровати у него лежит вы знаете он даже спит с ним ну и отодвинула мебель в общем как и ожидала ну наверное хотелось чтобы здесь было поменьше всякого мусора и грязи но как есть мне вот этот шкаф и комод этим и не нравится что туда ничего не залезает из техники в плане уборки не робот пылесос не швабра но тем не менее там есть отверстие которое замечательно весь мусор и грязь и какие-то игрушки и носки все туда заваливается и получается вот такой сюрприз не часто я эту мебель двигаю но вот периодически все таки происходит хорошо теперь все поставлю на место и знаете прям после такой уборки сразу какое-то внутреннее очищение ты знаешь что ребенок не дышит этой пылью мусор там нигде не лежит эта грязь не копится в общем сразу как-то хорошо ну а мне осталось только дверь еще протереть я думаю тут невооруженным взглядом видно что прям какие-то грязные пятна я не знаю то ли это краска то ли карандаши дети что тут рисовали но так просто прохожусь точечно и сверху и по откосам но немножечко тут по плинтус у которого нас на стене приклеен пройдусь просто пыль вытру в целом комнату привела в порядок честно я ее очень боялась именно вот эту макаркину комнату потому что парень такой вы наверное знаете что он за порядком не очень у нас следит поэтому тут многое ложится на меня и возвращаюсь к белью нужно разобрать сушилку и конечно загрузить новую партию и в сушку и в стиралку в общем целый день у меня прямо стирка и наверное заметили что я сегодня стирала новыми средствами а именно использовала новые гипоаллергенные кондиционеры для белья фирма это decide bio вообще это новый российский производитель гипоаллергенных биоразлагаемых средств делаются они на основе растительных компонентов имеют европейское качество и при всем при этом у них доступна цена продукция безопасная и эффективная кроме кондиционеров есть у них еще в ассортименте и гели для мытья посуды и жидкое мыло гели для душа и что мне понравилось то что есть разные варианты упаковок есть по 5 литров большие экономные и есть небольшие по одному литру другие средства от идут с дозатором общем маленькую упаковку конечно удобно и применять и невысокая стоимость разовой покупки для того чтобы попробовать протестировать тоже очень удобно первый кондиционер который сегодня протестировала у меня идет в упаковке 5 литров и рассчитан он на 250 стирок это кондиционеры для детского белья имеет легкий ненавязчивый аромат и что мне понравилось у него очень герметичная запайка была на горлышке потому что когда покупаешь заказываешь такие средства всегда конечно переживая чтобы все приехало в целости и сохранности ничего никуда не пролилось здесь все было очень качественно упаковано а второй кондиционер у меня называется аромат экзотические цветы и запах здесь более ярко выраженный но честно скажу мне понравились оба аромата потому что они деликатные не сильно навязчивые и придают белью потом легкий оттенок свежести кондиционеры оба концентрированные поэтому эффективны даже при небольших дозировках в воде любой жесткости они подходят для любых типов тканей и конечно как результат придают белью мягкость свежесть обладают антистатическим эффектом то есть белье потом не электризуется сильно облегчает процесс глажки сушки консистенция у них не густая но от этого все-таки эффективность не зависит заказать продукцию decide bio можно на маркетплейсах там всегда выгодные цены я всю информацию ссылки оставлю в описании к этому видео кому актуально обязательно заглядывайте а выходной с мужем и ездили на городской рынок решила поснимать просто часто спрашивает про цены которые у нас есть и в магазинах и на рынке знаете цены каждый раз меняются вот есть ехали изначально хотела я купить горбуши чтобы засолить посмотрела горбуша столько стоит теперь то в общем решили выбрать все-таки форель не намного она дороже из мяса ну мы в основном на рынке только вот язык берем и в этот раз еще печень говяжью я взяла кусочек а так в принципе но свинину берем но так или на фарш на что-то ну или в магазинах все-таки вот ну хотя в принципе мясо здесь неплохое вот когда делали например заготовки сразу же там много том обычно брали как раз на рынке так конечно гораздо выгоднее получается и после рынка еще заехали есть у нас такие ларечки павильоны овощные фруктовые и там разные вот орешки продаются недалеко от нашего дома кстати находится и цены там тоже очень приятные попутно в общем решили заехать закупиться и поснимала поближе вам сейчас покажу чтобы вы были видны и цены потому что знаете разница просто колоссальная на некоторые позиции ну мы сейчас тут хорошо так отоваримся я когда приеду домой покажу вам что купила вся закупка у меня получится вот это овощи фрукты на 1500 с копейками рублей давайте покажу что купили на рынке из рыбы взяли форели такую не потрошенную она не крупная по пятьсот тридцать пять рублей за килограмм было будем чистить и запекать в духовке на ужин и взяли одну потрошенную вот этого рыбка уже покрупнее она была по моему восемьсот семьдесят рублей за килограмм вроде дорого сначала мне показалось но потом так посчитаешь взяла для засолки ну и говяжий язык и кусочек печени говяжий тоже взяла а овощная фруктовая закупка у меня вот так выглядит как уже сказала 1520 моему обошлась здесь у меня и цветная капуста и айсберг пекинка кабачки огурцы помидоре помидоры черри шампиньоны взяла из овощей еще перцы и красные и желтые лук зеленый так яблоки картофель маленький посмеялись с мужем картофель обычный есть нормального размера а этот назывался baby ну вот стоит дороже я гру тот картофель видно который папа раньше в компостную яму выбрасывал теперь вот так вот называется по-модному картофель baby и цена на него дороже так взяла еще томатную пасту ну и фрукты там и яблоки и мандарины вот такая вышла закупка по моему вообще шикарно просто на полторы тысячи рублей ну и покажу такой вариант ужина у меня здесь все готовил муж поэтому уже просто итоговый результат запекли вот эту картошечку маленькую вместе с рыбкой особо никак не мариновали сок лимона немножко соли и маслицы так и салатик еще был ну а я дальше уже занимаюсь продуктами которые приобрели нужно было все переработать буду делать некоторые заготовки и первое что делаю это отвариваю язык раньше варила просто в кастрюле на плите сейчас попробовать решила в мультиварке так как она у не с функцией скороварки то я его хорошенько промыла добавила туда лук морковь и посолила и налила водички я думаю внешне понятно и ставлю отвариваться где-то 45 минут в общем у меня под давлением он варился все отлично этого времени больше чем достаточно было потом я его после варки под ледяную воду поместила чтобы хорошо вот он чистился ну и дальше уже собственно чищу и нарезаю язык для меня это знаете как такая быстрая заготовка я сейчас порежу кусочками ем сама его и на обед и на ужин можно добавить какой-то гарнир и крупу или там просто салат например если на ужин и крупными кусочками но также еще и порежу прямо мелко на такие полосочки чтобы потом использовать в салат часть съедим ближайший день а часть заморожу уже в готовом вот в таком отварном виде потом точно также и кусочки разморожу и на салат вот тоже убрала в морозилку на вкусовые качества никак заморозка не влияет ну и бульончик у меня тоже остался уберу в морозилку пригодится потом ну а рыбу муж мне порезал на четыре кусочка такие они достаточно крупные получились и буду солить раньше я солила с водичкой тузлук делала такой по моему так называется и с добавлением сахара потом солила как-то просто смесью из соли и сахара сейчас сахар не добавляю просто солю одной солью и вы знаете я ее не очень много мне кажется здесь и сыплю можно прям засыпать рыбу полностью солью солью и ничего страшного не будет я добавляю еще сок лимона но перчик какие-то травки у меня прямо в соли уже используются а так можно черный перец горошком еще добавить ну или лаврушку и оставить на несколько часов в холодильнике я вот так вот порционными кусочками засаливаю потому что один кусок потом разрежу уже прям на куски чтобы на бутерброды укладывать оставлю в холодильнике остальные три уберу в морозилку то есть по мере необходимости будем потом доставать и есть вообще рыбу пересолить очень сложно вот даже если полностью ее солью засыпать говорят что рыба возьмет столько соли на себя сколько ей нужно постоит несколько часов будет уже готова и лишнюю соль и я просто например под водой прямо смываю и бумажным полотенцем аккуратно кусочки промакиваю чтобы не было лишней влаги но потому что у меня в заморозку пойдет ну и потом конечно и на бутерброды и в какие-то рулеты там в овсяно блин шпинатные рулеты лепешку например или в яичный ролл в основном на завтрак едим в общем вариантов очень много и по цене конечно получается так гораздо выгоднее сначала хотя мне показалось что дорого но потом так подумаешь небольшие эти упаковки там по 150 200 грамм стоят порядка 300 до 350 рублей здесь конечно за рыбину так целиком получается цена ну гораздо приятнее а из говяжьей печени буду делать сегодня оладушки им печеночные вообще печень мы едим и редко потому что я сама ее не очень люблю именно вот этот вкус но это знаете что-то из детства такое никогда сильно не любила тут недавно готовила как-то куском такие ну кусочками печени там нужно ее сначала в соде оставить а потом она прям такая мягкая мягкая получается а сегодня решила сделать именно вот в таком виде вообще печеночные оладьи по моему готовлю в принципе впервые в своей жизни самое сложное для меня это почистить печени от всех этих пленочек прожилок ну потому что крупные например пленки хорошо отделяются а какие-то небольшие кусочки которые уходят вглубь ну прям совсем так сложно в общем я измельчила в блендере в измельчителе сначала лук с морковью добавила туда яйца и печень измельчаю тоже там можно было конечно на мясорубке все перемолоть но мне так проще как-то быстрее оперативнее и смешивая все в одной миске сразу скажу у меня наверно получилось больше чем и нужно лука моркови и яйца буду еще добавлять кстати и муку вот у меня стоит упаковка пшеничная цельнозерновая в принципе любую можно добавить наверное и они у меня немножко некоторые оладушки потом начали разваливаться то есть не было именно вот этой вот когда они схватываются знаете и плотные сильно получаются то есть может быть нужно было больше все-таки муки добавить я совсем немножко добавила ну или лук с морковкой чересчур в общем не поняла буду периодически так пробовать и дальше мне тут подсказали что можно вместо муки добавлять им прям например овсянку хлопьями не перемолотую и тогда вот эти хлопья они зажарятся как бы на сковородке да ну так будут хрустящими но это тоже как бы как вариант до для разнообразия в общем такая у меня масса получилась в принципе вполне не противная как обычно бывает с печенью жарю на двух сковородках выкладываю общем как обычные оладушки но видео мое на этом подходит концу большое спасибо что досмотрели увидимся с вами в новых роликах всем хорошего настроения весеннего солнышка всем до встречи и пока пока а